Добрый день, меня зовут Андрей Биллианцев. Я занимаюсь статическим анализом и оптимизацией программ. В этой лекции мы продолжим материаловодные лекции по статическому анализу, поговорим про уровни статического анализа, какие алгоритмы анализа работают на каких уровнях, как они реализуют те концепции, о которых мы говорили в предыдущих лекциях, проведем некоторые примеры ошибок и в конце опишем популярные критические типы ошибок. Уровни статического анализа привязаны к различным представлениям программы и к тому, как программа меняется в ходе компиляции. Если мы рассмотрим стандартную схему компиляции программы, когда исходный файл программы разбирается на токены, потом из этих токенов конструируется после синтаксического анализа. Абстактное синтаксическое дерево — это представление программы, максимально сохраняющей информацию об исходном коде программы и показывающую связь между синтаксическими конструкциями программы. После этого выполняется генерация промежуточного представления, которое обычно более низкого уровня и удобно для проведения трансформации над программой и для ее оптимизации. И после этого выполняется генерация исполняемого кода. Если на эту схему наложить понятие статического анализа, то анализ токенов, то есть представление, которое получается после синтаксического анализа, выполняется редко, только для поиска совсем специфических ошибок. И поэтому первым уровнем статического анализа мы будем считать анализ абстактного синтаксического дерева. На нем наиболее удобно искать ошибки, которые связаны именно с синтаксисом программы. Более глубокие уровни анализа — это анализ потока данных и потокочувствительный анализ и прочие, которые мы рассматривали, удобно выполнять на промежуточном представлении, которое более простое и более низкого уровня. Такой анализ мы будем называть анализом второго уровня — это анализ потока данных и прочий анализ, выполняющийся внутри одной функции программы. И самый глубокий анализ выполняется над всей программой, когда внутреннее представление всех функций программы состыковывается в одну большую структуру данных. Об этом мы поговорим на следующих слайдах. Примеруточное представление программы может получаться как из исходного кода, так и восстанавливаться из более низкого уровня представления — из бинарного кода. Этот маршрут используется для выполнения статического анализа бинарного кода. Однако алгоритмы статического анализа обычно разрабатываются с учетом того, что внутреннее представление программы получается из исходного кода. И для работы над таким специфическим внутренним представлением восстановленным обычно требуется отрабатывать эти алгоритмы. Такой подход также встречается, однако требует дополнительных усилий в его реализации. Анализы обстактивности тактического идея также использовали в компиляторе. Предупреждение, выдаваемое таким анализом, известно программистам как предупреждение компилятора. В компиляторе реализуется таким образом предупреждения, насчет которых есть некоторый консенсус среди программистов и озабоченных о том, что это наиболее частые ошибки кодирования, наиболее часто отращающиеся ошибки и их целесообразно искать инструменты, к которым пользуется максимальное количество людей, поэтому такие ошибки сразу реализуются вENTR. Также есть некоторые тонкости стандартов и диагностики, которые требуются искать и они также реализуются вENTR как предупреждения. Если же необходимо искать некоторые специфические конструкции, для которых нет такого консенсуса, либо есть определенные стандарты, дополнительные к стандартам языка, которые нужно проверять, то такого типа ошибки реализуются в отдельных инструментах статического анализа, обрабатывающие программы на уровне абстрактно-синтоксического дерева. Примеры таких инструментов и ошибок мы рассмотрим на следующем слайде. Итак, отдельными инструментами абстрактно-синтоксического дерева, как правило, появляется следующий тип ошибок. Это некоторые сборники правил кодирования, ставящие себе целью обычно отсечь программистов от опасных свойств языка, либо, если есть большая крупная организация, она может разработать свои правила кодирования, бывают правила кодирования определенной отрасли, типа представленных на слайде. Такие ограничения не появятся в компиляторах, а появляются отдельными инструментами, поскольку они недостаточно популярны для того, чтобы быть включенными как предупреждение компилятора. Аналогично есть стандарты по безопасному кодированию, которые также представляют из себя набор правил, сводящиеся к запрету использования определенных конструкций. Такие конструкции могут быть представлены в виде шаблонов на абстрактно-синтоксических деревьях, и соответствующий анализатор может помочь в соблюдении этих правил, запретив использование таких конструкций. Наконец, есть отдельные часто встречающиеся ошибки программистов, которые не включены в какие-то сборники стандартов, но которые по тем или иным причинам хочется искать. Пример также проведен на слайде. Если эти ошибки могут быть сформулированы как шаблоны на абстрактно-синтоксическом дереве, то они также включаются в те, которые реализуются анализаторами на этом уровне. Так, на примере мы видите ошибки, связанные с некорректным употреблением оператора SIZOV. Важно отметить, что синтактически это абсолютно корректный код, и компилятору не на что здесь задавать предупреждение. Однако код очень подозрительный, потому что в первом примере оператор SIZOV применяется к результату оператора взятия адреса, что обычно не делается. В втором примере оператор SIZOV применяется к результату адресной арифметики. Наверное, программист имел в виду взять оператор SIZOV от массива. Такие случаи обычно находятся анализаторами работающего уровня абстрактно-синтоксического дерева. Как могут быть найдены такие примеры? В зависимости от языка и от инструмента, инструмент анализа предоставляет некоторым профейсам обхода абстрактно-синтоксического дерева и реакции на определенные конструкции. Программисту необходимо определиться с тем, какие ошибки он ищет, сформулировать эти ошибки в виде запрета на определенной конструкции. В нашем случае это взятие оператора SIZOV от оператора адреса или взятие оператора SIZOV от результата адресной арифметики и с помощью предоставляющих интерфейсов написать, что такие ошибки, такие конструкции являются запретными в анализаторе. Это достаточно простой процесс и анализаторы, как правило, поддерживают десятки или сотни подобного рода запретов и подобного рода шаблонов. Также важно отметить, что такие ограничения специфичны для языка. Для языков RCC++ и языка C-Sharp есть разные инструменты, которые позволяют реализовывать подобные ограничения. Однако анализы абстрактно-синтоксических деревьев недостаточно для поиска критических ошибок. Для этого нужно знать не только то, как записана программа, ее синтаксис, но и знать, как текут и изменяются значения переменных программ. Этим занимается большой блок алгоритмов анализа, который называется анализа потока данных. Анализы потока данных работают на представлении, прежде всего, которое называется графом потока управления. Граф потока управления представляет из себя что-то похожее на блок-схему функции программы, в которой последовательно выполняемые участки, называемые базовыми блоками, соединены переходами соответствующими переходам управления. На данном слайде показан пример графового потока управления для построив функции, и остальные анализы потока данных выполняются на этом внутреннем представлении. Формальная постановка задачи анализа потока данных представлена на слайде. Говоря простым языком, в анализе потока данных нам нужно найти некоторые свойства переменных. Например, рассмотрим нами в примере разумевания нулевого указателя. Нас интересует свойство указателя, это равно они нулю или нет. После того, как мы определились с набором свойств, необходимо задать так называемые передаточные функции. Это то, как меняется свойство программы при прихождении через какую-то точку. Например, если у нас есть инструкция при сваривании нулю у некоторого указателя, неважно, что было с указателем до этой инструкции, после он будет точно равен нулю. Такое формальное задание есть передаточная функция. После того, как мы задали передаточные функции о всех точках программы, нам нужно определить то, как изменяются свойства, отслеживаемые нами при слиянии потока управления. Например, если у нас по одной ветке ветвления указатель всегда равен null, а по другой ветке ветвления указатель всегда не равен null, то после слияния мы можем только сказать, что когда-либо указатель был равен null и соответствующим образом отводить это в свойствах. После того, как мы записали все свойства программы везде передаточных функций, выразили все, что происходит в точках слияния и разделения потока управления, получается некоторая система уравнений. Решая ее, мы получаем информацию о том, как свойства программы наблюдаются в каждой точке программы и можем использовать эту информацию для поиска ошибок. Абстрактная интерпретация — это популярный вид анализа потока данных, в котором анализатор имеет дело не с конкретными значениями входных данных, а с некоторыми абстрактными значениями. На рисунке представлен вариант, когда есть много траекторий выполнения программы, связанных с какими-то конкретными значениями. Анализатор не может судить об этих траекториях по отдельности, это было бы слишком долго и дорого. Поэтому выбирается некоторая абстракция, которая представляет только те свойства, значения входных данных, которые нам важны. И она выбирается так, чтобы накрыть все возможные траектории. Таким образом, правильно выбранная абстракция позволяет нам сэкономить на ресурсах и добиться того, что мы не пропускаем никаких ошибок. Возможно, будут ложные срабатывания. Чем грубее абстракция, тем больше будет ложных срабатываний. Чем точнее абстракция, тем больше будут вычислительные ресурсы, которые требуются на ее поддержку, и тем точнее будут результаты анализа. Например, если нам нужно проводить анализ выражений, которое связано с вычислением квадратного корня, требуется, чтобы аргумент таких выражений был не отрицательным, нам достаточно отслеживать знак целочисленных переменных. То есть абстракция конкретных значений будет состоять в том, что мы отслеживаем только знак. Это очень грубая абстракция. И такой анализ, построенный на абстрактной интерпретации, будет иметь большое количество ложных срабатываний. Однако мы можем уточнить абстракцию и отслеживать не только знак, но и интервалы значений переменных, пример которых мы приводили в другой лекции. Такая абстракция тоже будет участвовать в абстрактной интерпретации, она будет требовать больших усилий, но зато она будет давать меньшее количество ложных срабатываний. Сирменное выполнение — это популярный подход к тестированию, который также может использовать для статического анализа. Идея заключается в том, что конкретные входные данные заменяются на символьные выражения, символьные переменные, и через эти переменные выражаются остальные переменные в программе, в каждой точке программы. Немножко похоже на то, как устроится уравнение в школьных курсах алгебр. В каждой точке программы через эти символьные входные переменные выражаются остальные значения программы и также строится формула, которая называется предикатом пути. Это логическая формула, которая показывает условия, которые нужно выполнить, чтобы достичь данной точки программы. Если выполнение проходит через некоторое ветвление с некоторым условием, то символное выполнение продолжается независимо по обеим веткам условия и в предикат пути приписывается условие либо его отрицание, соответственно, на true и на false ветках репления. Таким образом, символное выполнение можно использовать для построения чувствительных путям анализа. В итоге получается в каждой точке программы некоторое набор логических формул, описывающих нужное нам значение переменных. И для того, чтобы их узнать, необходимо решить эти формулы, для чего используются отдельные инструменты, называемые SMT-решателем. На рисунке представим пример использования символного выполнения. У нас есть функция fu с двумя параметрами a и b, которые будут нашими символными переменными. В функции еще есть переменные x и y, значения которых мы будем выражать через значения переменных a и b. Есть условия. И в строчке 8 есть некоторая проверка того, что разность x минус y не равна нулю. Например, такое условие может быть загенерирован анализатором, когда он видит деление на разность x минус y. Соответственно, ему хочется проверить, что x минус y не равна нулю. Рассмотрим все пути выполнения через эту функцию. В первом пути выполнения у нас переменная a равно нулю. Соответственно, условие в строчке 3 будет ложным, мы не зайдем в это условие, и управление сразу перейдет на строчку 8. Значение переменных x и y в таким случае у нас задано заранее в точке 2. У нас x 1 и y 0. Разность x минус y сразу видно, что не равна нулю. Таким образом, на данном пути ошибки нет. На втором пути выполнения переменная значение переменной a не равно нулю. Значение переменной b равно нулю. То есть мы заходим в первое условие в строчке 3, но не заходим в второе условие в строчке 5. Мы выполняем вычисление выражения y равно 3 плюс x в строчке 4. Вычисляем y равным 4 и сразу после этого попадаем в строчку 8. В этой строчке мы вычисляем разницу x минус y, она оказается равна минус 3, таким образом она тоже не равна нулю. Данный путь также не является ошибочным. И в третьем исследуемом пути, когда у нас на строчке 3a не равно нулю, на строчке 5b равно нулю, мы проходим по обеим истинным веткам ветвления и выполняем собственно всю функцию. В этом случае у нас на строке 4y по-прежнему равен 3 плюс x, то есть y кран 4. На строке 6 мы вычисляем x как 2 умножить на a плюс b, b в нашем случае равно нулю, поэтому x равен 2a. И таким образом в строке 8 мы приходим к формуле, выражающей разность переменных x минус y, как в формуле 2a минус 4. Наша задача понять, может быть ли 2 минус 4 равно нулю или нет. Данный вопрос обычно решается через вызов SMT-решателей, так как это уравнение очень простое, то они сразу дают ответ в том, что a равно 2, и таким образом мы находим входные данные, на которых происходит ошибка в данной функции, то есть a равно 2, b равно 0. Симульное выполнение является счастливым путем анализом, и поэтому требует большое количество ресурсов. Мы видим, что мы исследовали каждый путь выполнения отдельно. На практике это приводит к тому, что симульное выполнение требует большое количество ресурсов. Такая проблема называется взрывом сложности или path explosion. Разные анализы эту проблему решают по-разному. В динамическом анализе суть подхода к динамическому символному выполнению заключается в том, чтобы выбрать стратегии обхода пути выполнения таким образом, чтобы найти как можно больше ошибок. В статическом анализе чаще всего используется техника, которая называется объединением состояний. При слиянии потока управления, в отличие от потока чувствительного случая, когда точность анализа теряется, и как мы видели, мы вынуждены, например, говорить, что переменная может быть равна нулю, а может быть и не равна нулю, в случае символьного выполнения и объединения состояний мы строим сложную формулу с использованием оператора дизъюнкции, которая точно описывает, что произошло на каждом из путей. В результате получается большая сложная формула, но одно состояние. Эта формула в дальнейшем может упрощаться для того, чтобы строить более грубую модель и таким образом мешать задачи масштабируемого статического анализа. Но объединение состояний – это основная техника символьного выполнения, которая применяется во всех статических анализаторах. До сих пор мы рассматривали гритмы анализа, которые работают внутри одной функции. И символьное выполнение, и итеративный анализ потока данных работали с графом потока управления внутри одной функции. Однако сейчас нам нужно анализировать программы, которые состоят из нескольких функций. Мы уже знаем, что для того, чтобы находить критические типы ошибок, нужно учитывать связи между функциями. Такой анализ называется межпроцедурным, и при его разработке встает ряд проблем. Во-первых, нужно построить новое представление. Такое представление называется графом вызовов. Граф потока управления одной функции не дает нам понятия о том, как функции связаны друг с другом. Нам необходим новый граф, в котором вершиной будут являться функции, а дугами будет являться связь между ними. Это связи по вызову. Во-вторых, остро стоит проблема масштабируемости, о которой мы поговорим дальше. В программе могут быть десятки тысяч функций, соответственно, десятки тысяч графов потока управления и остальных структур данных, про которых мы рассказывали. Эти структуры данных нужно связать друг с другом. Межпроцедурные анализы связываются через обработку инструкции вызова, входя внутрипроцедурного анализа. Проработка инструкции вызова встает ряд вопросов. Во-первых, какая функция конкретно вызывается. Если функция fu вызывает функцию bar, то в проекте может быть несколько функций bar с одинаковым названием. Нам нужно решить, какая конкретно функция должна быть вызвана. Во-вторых, функции могут вызываться не по имени, а по указателю. При статическом анализе очень тяжело понять, чем могут быть равны указатели, указывающие на функции. У такого указателя может быть несколько целей. Соответственно, вызов может соответствовать вызову нескольких различных функций из программы. Нам нужно определиться, что делать в такой ситуации. И в-третьих, при обработке инструкции вызова важным случаем являются вызовы внешних функций. Внешние функции — это функции, которые не содержатся в анализируемой программе. Например, это функции стандартной библиотеки языка. Для таких функций мы не знаем ничего. У нас нет их тел, у нас нет графа потока управления, мы не можем их проанализировать, но нам нужно учитывать их влияние при анализе всей программы. Эту проблему нужно как-то решить для того, чтобы иметь возможность построить рабочий межпроцедурный анализ. Первым методом, который приходит в голову при построении межпроцедурного анализа, является объединение графа потоков управления. Действительно, если у нас есть граф поток управления для каждой функции, то можно объединить все такие граф поток управления в один большой суперграф, отобразить связи по вызову на этом графе и вставить инструкции присваивания формальных параметров фактические для того, чтобы отобразить конкретные инструкции вызова и анализировать такой получившийся большой граф поток управления обычным образом. К сожалению, у такого подхода есть две больших проблемы. Первая проблема, конечно, это масштабируемость. Если у вас программа состоит из десятков тысяч, сотен тысяч и часто миллионов функций, то получившийся большой граф не влезает ни в какую память, и анализировать его становится очень долго и неправильно. Вторая проблема заключается в неточности. На таком большом графе появляются нереализуемые пути, когда при вызове некоторой функции, возврат управления происходит не в ту точку, из которой произошел вызов, а в некоторую другую точку вызова этой функции. На обычном графе поток управления такое ограничение отобразить невозможно. Поэтому из-за проблем с масштабируемостью, из-за потери точности такой метод обычно не используется или используется только в исследовательских целях. Следующим методом организации межпроцедурного анализа является встраивание или инлайнинг. Если у нас функция A вызывает функцию B, мы, как и при оптимизации в компиляторах, просто встраиваем тело функции B в функцию A и таким образом тоже формируем большой граф поток управления, который можно анализировать. Если функция B вызывается 10 раз, то нам нужно 10 раз встроить тело функции B в другие функции и, соответственно, получить 10 ее копий. Такой большой граф не обладает теми проблемами с точностью, которые есть в предыдущем методе, однако он все еще обладает большими проблемами по ресурсам. Получившийся граф очень тяжело анализировать из-за его размеров. Для того, чтобы обойти частично эти проблемы, можно ограничить число копий, которые получает функция при вставивании. Например, объединить похожие контексты вызова, считать различными только те контексты, которые различаются в последних двух, трех или пяти, например, вызовах, и для них будут разные копии вставивания, а для всех остальных контекстов будут одинаковые копии. Можно построить и другие способы ограничения вставивания другим образом, сгруппировав контексты вызовов. В объектно-наративных языках так делается по типу объектов, в другие, применяются и некоторые другие методы. Однако на практике этот метод все равно не масштабируется так хорошо, как хотелось бы и применяется метод резюме, о котором поговорим дальше. Самым популярным методом выполнения в процедурном анализе является метод резюме. По-английски эта структура данных еще называется summary. Резюме функции — это структура, которая в кратком сжатом виде описывает результаты вызова от вызова функции на ее окружение. Например, в резюме функции может быть записана информация о том, что функция разыменовывает свой первый параметр при условии, что второй параметр больше нуля. Или какая-то другая сложная информация, которая важна для статического анализатора. Идея метода заключается в том, чтобы при встрече инструкции вызова функции, для которой было построено резюме, нам не понадобилось бы анализировать тело этой функции, а понадобилось бы только посмотреть резюме. В связи с этим возникают следующие проблемы. Во-первых, что туда записать? Потому что инфрезюме должно быть краткой и компактной структурой данных. Мы не должны иметь необходимость лезть опять в тело функции. Для больших программ, для которых важно построить масштабируемый анализ, огрубление резюме необходимо для того, чтобы добиться масштабируемости. Соответственно, с огрублением информации, которая сохраняется в резюме, связано и по серии точности. Во-вторых, если строить резюме, то понятно, что вызываемая функция должна анализироваться раньше вызывающей. В идеале — только один раз. Мы не должны возвращаться к анализу вызываемой функции. Следовательно, у нас возникают проблемы при анализе рекурсивных функций. Если у нас есть прямая либо косвенная рекурсия, мы не можем выставить порядок анализов, при котором вызываемые функции всегда анализируются раньше вызывающих. Таким образом, нужно разрывать цикл рекурсии и заставлять какие-то функции анализироваться раньше за счет потери точности. Тем не менее, несмотря на его недостатки, метод резюме является единственным надежным способом построения масштабируемых статических анализаторов. Для того, чтобы обработать вызовы внешних функций, анализаторы должны получить информацию об их проведении. Эта информация не может взяться из-за сходного кода таких функций, поскольку она недоступна. Следовательно, необходимо предоставить способ записать эту информацию в понятном для анализатора виде. Такой способ называется спецификациями. Часто также используют термин аннотации. Это запись, понятная анализатору тех свойств функций, которые нужны для дальнейшего анализа. На рисунке переведен пример спецификации функции ifopen. Это функция стандартной библиотеки C. В данном случае анализатору важно знать, что память, которая возвращает эта функция, инициализируется функцией. Она инициализируется как указатель, так и то, на что указывает этот указатель. И то, что функция ifopen — это функция класса захвата ресурсов. То есть, эта функция выделяет новый дескриптор файла, который потом в дальнейшем может быть освобожден. Эта информация понадобится для поиска ошибок утечки ресурсов и для поиска ошибок развивания нулевого указателя. Необходимо отметить, что при разработке статического анализатора значительные усилия уходят на спецификацию внешних функций для языков, особенно для языков с большими стандартными библиотеками и для популярных библиотек. Поэтому часто также даются возможность для пользователей специфицировать свои библиотеки, которые не были специфицированы авторами статического анализатора. В описанных алгоритмах анализа необходимо добиться масштабируемости для анализа больших программ. Для этого приходится идти на компромиссы при разработке этих алгоритмов. В частности, необходимо углублять некоторые структуры данных, сохранять меньше информации, а на некоторых участках программы считать меньше информации, чем хотелось бы. Некоторое резюме того, что происходит в разных видах анализа, указано на этом слайде. Например, частые проблемы возникают при анализе различных итераций цикла. Так как в цикле может быть много итераций, мы не можем вычислять информацию для каждой итерации, поэтому чаще всего вычисляется информация для нескольких первых и последних итераций цикла. Аналогичные проблемы возникают при отслеживании сложных межпроцентурных зависимостей. Если нам нужно отследить поток данных через большое количество вызовов, то по ходу обработки этих вызовов по необходимости приходится огрублять информацию, сохраненную для отслеживания значений переменных в этом потоке данных. Аналогичная ситуация возникает при отслеживании значений в памяти. И, наконец, упомянутые свойства анализа межпроцедурного с использованием резюме, когда мы анализируем программы с рекурсией и вынуждены развивать цикл рекурсии, это один из источников ограничения анализа, на который приходится идти для того, чтобы построить масштабируемый процедурный анализ на основе резюме. Теперь рассмотрим основные типы критических ошибок, которые популярны и которые часто находятся статическими анализаторами. Начнем с самого первого типа, который мы уже проговаривали, это разменование нулевого указателя. Пример ошибки с разменованием представлен на слайде. На этой примере мы заодно поймем, как обычно выглядят сообщения об ошибке в статическом анализаторе. Часто бывает так, что мы можем в какой-то ошибке выделить место возникновения ошибки, которая на слайде описана как исток, и место проявления ошибки, которое на слайде описано как сток. Место самой ошибки, которая может рапортовать статический анализатор, может быть как связан со стоком со стоком, так быть отдельными. Статический анализатор обычно рассказывает про место возникновения и проявление ошибки, а также пытается строить трассу от истока к стоку. На рисунке справа мы видим, что есть сообщение об ошибке, указывается место ошибки, в данном случае это строка 13, указывается исток ошибки, то есть место возникновения ошибки, где была переменная, в нашем случае, сравнена с null, это строка 11, и где было разоменование переменной, которое привело к ошибке, это строка 3 другой функции. Данный кусок кода взят из реального проекта Android 5.0. Этот код показывает пример разоменования нулевого указателя, который мы уже видели, это один из самых распространенных типов ошибки, которые приводят к аварийному останову программы. Другим распространенным типом ошибки являются ошибки, связанные с управлельной памятью, это совершенно разнообразные ошибки, обычно происходящие из-за того, что указатель на память используется после того, как он освобожден, или указатель освобождается в два раза, или происходит утечка памяти. На слайде мы видим несколько типов дефектов, самых популярных. Самые критические дефекты из этих — это использование указателя после освобождения, поскольку он может привести к уязвимости. Другими типами являются утечка памяти и освобождение памяти, которое не находится на куче. Проведен пример кода, на котором видна такая проблема. В данном случае это утечка памяти. В строках 9 и 10 у нас два выделения памяти, а в строках 12 у нас освобождение. Но условие в строках 11 все равно неправильное, и в некоторых случаях освобождение не произойдет. Это пример типа дефекта, который называется утечка памяти или memory leak. Отдельным типом ошибок управления памятью являются ошибки некорректного доступа памяти. Как правило, они известны под названием переполнение буфера, по-английски буфера overflow. Иногда еще выделяют отдельный тип переполнения — это буфер underflow. Эти ошибки очень опасны, поскольку выход за границы массива часто приводит к уязвимости и к перехвату управления. На слайде представлен самый простой вид переполнения буфера, когда у нас есть цикл, проходящий по массиву, и в последних итерациях цикла обращение к массиву приводит к тому, что мы выходим за границы массива. Эти ошибки очень сложны для поиска, поскольку нужно оценивать как размер массива, так и индекс массива, так и то, куда указывают указатели, которые разумеются при доступе к массиву. То есть есть три независимых вещи, которые должен правильно оценить анализатор, чтобы выдать предупреждение о переполнении буфера. Другие типы ошибок, проведенные на этом слайде, в частности, когда разумеется не массив, когда используется неправильное проведение типов, они не так критичны, однако тоже считаются ошибками данного типа некорректного работы с памятью. Ошибки арифметических операций, которые являются критическими, прежде всего связаны с смешиванием знаковой и беззнаковой арифметики. Такое смешивание часто приводит к численному переполнению и, в свою очередь, к некорректному доступу к памяти или к переполнению буфера в том случае, если переменная, которая переполнена, используется в качестве индекса массива. На приведенном слайде мы видим похожую ситуацию. У нас есть функция с беззнаковым параметром индекс, однако для доступа к строке STIR используется знаковый параметр POS. После присоединения беззнакового параметра индекс знаковый параметр POS, знаковый параметр увеличивается, в этом точке может возникнуть слайдочисленное переполнение, которое приведет к переполнению буфера STIR. Поэтому важность поиска слайдочисленного переполнения в том, что эти ошибки также могут привести к уязвимостям. Однако их поиск часто бывает затруднен, потому что сложно достаточно точно отследить значение слайдочисленных переменных, связи между ними и операции, которые с ними выполняются. Отдельным видом ошибок являются ошибки, которые появляются в многоботочных программах при многоботочном программировании. Как правило, они связаны с неверным использованием так называемых локов, то есть это mutex, либо другого подобного типа структуры данных. Неправильное использование приводит к дедлокам, то есть взаимной блокировке. Часто также происходит двойная блокировка одного и того же mutex, может происходить утечка mutex. На слайде приведен классический пример взаимной блокировки, когда две функции блокируют два mutex в разном порядке. К сожалению, такие ошибки плохо поддаются поиску статическим анализом, поскольку указанные нами методы судят в основном о значениях переменных. В нашем же случае для поиска ошибок многоботочных нужно судить о правильном порядке выполнения некоторых операций. Как правило, строятся дополнительные внутренние представления, дополнительные графы блокировок и пытаются найти ошибки на данных графах. Однако наилучшим методом поиска ошибок в многоботочных программах является динамический анализ. Тем не менее, статический анализ и эти дополнительные внутренние представления также применяются. Отдельным важным видом ошибок, которые ищутся статическим анализом, являются ошибки, связанные с использованием чувствительных данных или так называемых непроверенных данных от пользователя. Английский термин это tainted analysis, tainted input. Ошибки связаны с тем, что некоторые входные данные, которые получены от пользователя, недостаточно проверяются, недостаточно обрабатываются и потом используются в частичных местах программы. Например, вводимые индексы строк, вводимые размеры используются для индексации массивов или подобных вещей, что недопустимо, поскольку пользователь может ввести любые данные. И непроверенные такие информации, такие операции могут привести к припалению буфера. На картинке у нас с вами есть пример кода, когда с стандартного протока ввода вводятся символы. Эти символы сразу используются для индексации массива размером в 32 байта. Однако выведенный символ может быть любого значения, в том числе и превосходящего 32. И поэтому из-за того, что непроверенный ввод в строке 4 сразу используется в строке 5, возникает ошибка непроверенного ввода. К сожалению, очень сложно также, как и в случае ошибок многопоточных программ, корректно искать ошибки связаны с непроверенным вводом статическим анализом, потому что требуется очень точно следить поток данных, которые ввел пользователь, через всю программу. А эти ошибки являются критичными, поскольку, как правило, все они могут проводить к уязвимости. Поэтому существует большое количество детекторов статического анализа, связанные с различными частями, различными видами этих ошибок. Это чувствительные данные используют в качестве индексов, массивы чувствительные данные используют в качестве строк и так далее. Последним видом критической ошибки, которую мы рассмотрим, это ошибка, используя неинсилизированные переменные. С одной стороны, эта ошибка достаточно опасна, поскольку именно через использование неинсилизированных переменных часто происходит взлом программы, и ошибка становится в связи с помощью. С другой стороны, нахождение ее достаточно сложно, поскольку нужно очень точно учесть все возможные пути, на которых переменные инсилизируются. То есть, поиск таких ошибок сопряжен с большим количеством ложных срабатываний. Критичная часть ошибки такова, что даже в обычных комприаторах есть какие-то простые детекторы, которые позволяют простые случаи такой ошибки найти. В нашем случае на слайде приведен достаточно простой пример, когда есть некоторая переменная, которая никак не инститализируется, передается функцию, но она все еще и не инститализирует, а потом она используется в стаке 14, возможно, без инститализации. Поиск таких ошибок является одним из важных частей статического анализа, и почти все популярные статические анализаторы содержат детектор ошибки неинститированных перемен. На этом мы завершаем наш обзор методов статического анализа и типовых ошибок, и дальнейшие лекции будут посвящены практическим аспектам применения статических анализаторов. Спасибо за внимание! Спасибо! Спасибо!